Добрый день, дорогие друзья! Всех вас хочу поприветствовать в Кремле. Мы знаем о результатах Чемпионата мира, знаем, как он шёл, как развивался, знаем о результатах. И мне, несмотря на отсутствие медали, тем не менее, очень хотелось с вами встретиться, поблагодарить вас за вашу работу, за вашу игру, вручить вам почётные грамоты и государственные награды. Хотел бы отметить, что на первом в истории нашей страны домашнем Чемпионате мира ФИФА вы выступили ярко, уверенно, проявили сплочённость, волю и упорство, шли к цели. Мы видели всё это, не жалея себя. И то, как вы реализовали девиз команды «Играем за вас», оказалось для болельщиков даже более важным, чем какой-то медальный результат. Хотя выход в четвертьфинал, как мы понимаем, мирового переноса уже сам по себе достойный итог. Особые слова тем, кто удостоен государственных наград. Прежде всего, это, конечно, тренер нашей национальной сборной Станислав Соломович Черчесов. Мы все свидетели, как мощно выстрелила его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера. Заслуженную награду получит и капитан сборной России, вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матчей, момент, когда и, главное, как на недавнем чемпионате он отбил последние пенальти. Думаю, что станет легендой и нашего, и мирового футбола. Еще один орден будет вручен Сергею Николаевичу Игнашевичу на счету защитника нашей сборной 127 игр за национальную сборную и более 20 лет в профессиональном футболе в целом. Игры чемпионата стали достойным финалом долгой, яркой карьеры Сергея Николаевича, и мы благодарим его за вклад в развитие российского футбола и, безусловно, желаем удачи. Дорогие друзья, еще раз хочу повторить, что ваша самоотверженная, слаженная игра стала долгожданным подарком для миллионов болельщиков в нашей стране. Но что там говорить болельщикам, даже люди далекие от спорта и от футбола не оторвались от экранов телевизоров. Вы дали всем им возможность гордиться своей сборной, то есть гордиться вами, гордиться своей страной. Дали веру в то, что отечественный футбол возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет. Вы показали замечательный пример самоотдачи и результативности командного взаимодействия. Всю красоту бескомпромиссной спортивной борьбы. Во многом благодаря вам еще больше людей заинтересуются и займутся спортом, выберут активную, здоровую жизнь для себя, для своих детей. И вот это, пожалуй, самое главное, самое главное наследие чемпионата мира в России по футболу. Мы продолжим создавать все необходимые условия для развития футбола и спорта в целом, в том числе эффективные, используя уже построенные к турниру современные спортивные объекты. Они станут основой сети детских футбольных центров, площадкой для повышения мастерства воспитанников спортшкол, футбольных академий, своего рода кузницей кадров для нашего главного национального футбольного турнира – чемпионата России. И, конечно, рассчитываем, что здесь зажгутся новые яркие звёзды нашего и мирового футбола, которые в своё время составят нашу национальную сборную и прославят страну. Ну а пока, уважаемые друзья, ответственность за спортивную честь Отечества, безусловно, лежит на вас. Мы на вас очень рассчитываем. Вы отказались, что умеете побеждать. И мы ждём от вас, безусловно, вы сами это сделали. Теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем. Болельщики, вся страна, безусловно, верит в нашу сборную, гордится вами, горячо болеет за вас и желает вам только успехов. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения орденом Александра Невского награждён Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной команды России по футболу. Теперь я понимаю выражение «нет слов». Раньше не понимал. Могу со всей ответственностью заявить от ребят, что мы свое дело делали не из-за наград, чисто таких, а из-за того, что мы представляем нашу Россию и достоинства и чести этой страны нашей. Мы хотели представить, и это нам с одной стороны удалось, чисто морально, со спортивной не до конца, как вы правильно заметили. И, ребят, хотелось бы еще раз здесь побывать, только уже в другом качестве. Спасибо. Орденом подсчета награждены Окинфеев Игорь Владимирович, заслуженный мастер спорта России. Спасибо большое за такое доверие. Мы очень счастливы оказаться здесь. Мы, наверное, благодарны вам в первую очередь, что у нас есть инфраструктура теперь, у нас есть современные стадионы, и мы можем этим гордиться, потому что это большое подспорье не только для футбола, но и для всего спорта. Я думаю, что чемпионат мира, извиняюсь за выражение, прошел на ура у нас, и те люди, которые были восхищены, я думаю, что они не только восхищены футболом, а восхищены нашей страной. И это, наверное, большой праздник, и мы должны гордиться этим. Спасибо. Игнашевич Сергей Николаевич, заслуженный мастер спорта России. Большое спасибо за приглашение. Для нас большая честь находиться здесь. И мы безумно рады, что всего лишь своей игрой в футбол смогли осчастливить миллионы россиян, в особенности детей. Спасибо большое. Почетные грамоты президента Российской Федерации награждены. Габулов Владимир Борисович, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ Газинский Юрий Александрович, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Головин Александр Сергеевич, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ Гранат Владимир Васильевич, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Гранера Хиль Паулино, тренер сборной команды России по футболу. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗАГОЕВ АЛАН ЕЛИС БАЗАРОВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗЮБА Артём Сергеевич, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем здрасте. Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь и огромная гордость играть за свою страну. И небольшое такое для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Будет для нас самое замечательное. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ерохин Александр Юрьевич, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ ЖИРКОВ Юрий ВАЛЕНТИНОВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ ЗОБНИН ЗОБНИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ КУДРИШОВ Юрий ВАЛЕНТИНОВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ КУЗЯЕВ АДОЛЕР АДЬЯМОВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ КУТЕПОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛУНЁВ АНДРЕЙ ЕВГЕНИВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ ПАНИКОВ Владимир Валерьевич, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ Ромащенко Мирослав Юрьевич, заслуженный тренер Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ САВИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, начальник сборной команды России по футболу. АПЛОДИСМЕНТЫ САМЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ САМЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ САМЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ САМЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СТАУЧЕ ГИНТЕРОС, тренер сборной команды Российской Федерации по футболу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ФИГЕЙРА ФЕРНАНДЕСМАРИО, заслуженный мастер спорта России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. В первую очередь хотел от всей души поблагодарить вас за вашу поддержку, за все условия, которые вы предоставили нам во время Чемпионата мира. И, конечно же, за возможность находиться здесь сегодня. Для нас это большая честь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, еще раз вас поздравляю и с играми на Чемпионате мира, и с сегодняшними наградами по поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Особенно после вашего выступления на Чемпионате мира. Любителей футбола, безусловно, прибавить. И так было много, а теперь, конечно, безусловно, прибавить. И я, безусловно, тоже буду в их числе. Еще бы хотел сказать в завершении нашей церемонии сегодняшней. Конечно, спорт, он в чем-то напоминает искусство. Но есть и существенные отличия. Отличие заключается в том, что искусством можно просто любоваться, просто получать удовольствие от процесса. В спорте нужен результат. Спорт – это борьба. Поэтому главный тренер, правильно сказал, еще в запале, конечно, но правильные вещи говорил о результате. Но результат, он не только выражается в очках, в секундах и в медалях. Он выражается еще в общем желании настроя на борьбу и в желании достигнуть этот результат. Вот это чрезвычайно важная вещь. И вот этот результат вы показали. Вот это, знаете, наверное, самое главное, за что вам благодарны миллионы людей, которые любят футбол. И в нашей стране, и, кстати говоря, с рубежом. Вот я сейчас встречался с коллегами в Южной Африке. Все говорили про футбол, и практически все говорили в том числе и о игре, качественной, хорошей игре нашей команды, достойной игре нашей команды. Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.